Привет, мои хорошие! С вами Селена Свои, и сегодня я хочу рассказать вам о 10 странных фактах обо мне. Очень интересная, кстати, тема. Я так задумалась и очень быстро думаю, какие у меня могут быть странные факты, я обычная девчонка, но нет, они нашлись, они действительно странные. Итак, значит, первая. Первая странная вещь, которая, в принципе, встречается со мной чуть ли не каждый день, хотя, наверное, преувеличиваю, но не каждый день, в общем, я не пью таблетки, потому что когда-то в детстве я подавилась таблеткой аналинин или патрицетамол, который без оболочки, без ничего, вот, в 4 года или, может быть, даже меньше, вспоминаю уж плохо. И после этого у меня какие-то такие странные рефлексы, наверное, больше, я думаю, это все психологически, то есть, как только нужно пить таблетку, даже если она в оболочке, даже если она маленькая, ну, может, совсем маленький, там, валерьяночку, да, там, такое, я могу выпить, да, но все равно страшно даже бывает, что психологически страшно даже таблетку эту выпить. Зажимается в горло и не хочет пить, поэтому, если я болею, если какие-то все, я все разворачиваю, все как маленькая девочка, стараюсь, если антибиотики, то, чтобы они были растворимые, все таблетки толчу, перемешиваю с едой, в общем, и так далее. Так же и горько, если что-то, тоже тошнит. Это первая странность. Вторая странность, что меня, в принципе, все время тошнит. Почему? Опять же, какая-то психологическая фигня. Это уже не таблетки, это уже, знаете, там, поем, там, хожу, мне может показаться, что, может, волосинка какая-то во рту там, да, застряла. Вот именно волосинки, с волосинками какие-то у меня проблемы, и мне может тошнить. И для этого мне просто психологически нужно съесть, там, курочку хлеба, например, да, там, может, палочку, может, конфетку, только несосательное, что-то жевательное нужно съесть срочно, да, и психологически, то есть, у меня раз, я понимаю, что все, все работает как нужно. В общем, это безумная странность, я с ней живу и мучаюсь. Третья моя странность, это я сплю всегда одетая. Почему? Не знаю, пробовала по-разному, но я сплю одетая, потому что я себя чувствую защищен, да, а если я сплю раздетая, то как будто я какая-то незащищенная, и даже под одеялом я все равно чувствую себя очень уязвимая, и я не могу заснуть. Так что сплю я всегда в пижаме. Четвертая моя странность, это то, что я сплю не только всегда одетая, но даже летом я сплю под одеялом, и мне при этом не жарко, то есть, мне может быть жарко, я откину одеяло, но в какой-то момент я все равно его закину, не знаю почему, я вообще мерзлячий человек, то есть, не то чтобы у меня там холодные руки, ноги, не всегда это бывает, но, видимо, я уже привыкла. Пятая странность, это когда кому-то плохо рядом со мной, то есть, когда мне плохо, и если кому-то плохо рядом со мной, я забываю моментально о своей боли. Мне все время кажется, что чья-то проблема, чья-то боль, даже если она не столь важная, она важнее, эти переживания важнее и сильнее, чем мои. Если рядом со мной кто-то переживает, то как-то я автоматически забываю о себе и начинаю помогать другому. Вы знаете, я даже это практикую, когда действительно что-то меня замучило, или что-то у меня какие-то проблемы. Я иду там к своей подруге, и если моя подруга, например, вдруг говорит, а у меня знаешь, что начинает рассказывать, то все, я уже вся в ее проблемах, как их надо решить и так далее, и понимаю, что у меня ерунда, в принципе. Поэтому воспользуйтесь, может, это даже кому-то поможет. Шестая моя странность, может быть, это не странность, это даже полезная вещь, я не даю ей деньги в долг. Почему? Я не люблю, чтобы люди были мне должны. То есть, если я вижу, что человеку нужна помощь, и у меня есть возможность ему помочь, я помогу ему бескорыстно. Если у меня нет такой возможности, если деньги там нужны мне самой, то я их занимать не буду. Во-первых, часто деньги отдают не вовремя. Ты сидишь как на иголках, переживаешь. То есть, я не люблю переживать, думать про человека плохо, что он там не отдает, мне вот там не ответственный, безответственный, то есть, если вовремя не отдаст. То есть, все равно, ты отдаешь свои деньги, и до того момента, пока тебе их отдадут, начинаются какие-то переживания. Отдаст, не отдаст, вовремя. Если не отдаст вовремя, то все же необязательный человек и так далее. И часто так можно поссориться, плохо про человека думать. В принципе, в общем, я не даю людям шанса, чтобы я про них плохо думала. Никакого. Седьмая моя странность, это я боюсь зубных врачей. Но странность в том, что я боюсь зубных врачей не потому, что я боюсь зубной боли. То есть, мне не больно, когда мне делают укол. Ну, это больно, но это все терпимо, не так страшно. Но самая большая проблема, опять же, то, что мне начинает тошнить. Мне все время кажется, что туда попадает какой-то мусор в горло, да. Часто слюна там, допустим, да, или еще что-то. То есть, у меня доктор мой специальный, так что, если кто-то в Ростове, да, ну, кому-то нужен доктор офигенский, я посоветую. То есть, она старается так, чтобы она сама говорит, что у нее такая проблема, да, была. И она поэтому меня очень хорошо понимает. То есть, она долго, допустим, не держит рот мой открытый, всегда дает мне, как бы, выпрямиться, да. То есть, у меня должно быть вертикальное положение, как можно вертикально, чтобы психологически я думала, что все, что может застрять там, оно, как бы, в другой стороне застревает, да. И что ничего не течет у меня вот туда, назад. Вот, поэтому в этом смысле доктор у меня хороший. Восьмой странный факт обо мне, это я не люблю слово «надо». Я уже, может быть, где-то об этом говорила. Как-то волшебность детства на меня действует. Потому что в детстве мама всегда говорила «надо убирать», «надо то», «надо это». И как-то я вот не люблю это слово. И когда звучит слово «надо», у меня сразу отбивается все желание что-либо делать. Вот. И еще я не люблю убираться. Вот это к тому же, да, что я не люблю убираться, когда убираться надо. То есть, я люблю убирать, это когда есть вдохновение, ты решила, что все стало чистым, ты начала убираться с какой-то любовью, с чувством прекрасного внутри. А не потому что надо убрать, потому что грязно, и так далее. Поэтому у меня в доме всегда такой творческий беспорядок. Девятый странный факт обо мне, я не люблю ходить за продуктами. Безумно не люблю магазин. То есть, я люблю шопить, я люблю ходить по магазинам одежды, там, косметики, все дела. То есть, прям обожаю. Ну, что касается продуктов, то есть, ашан, одно слово, мне уже становится плохо. Я не люблю ходить за продуктами, я делаю это очень быстро, именно потому что надо. И все время. Единственное, что может меня спасти, чтобы это было более-менее с удовольствием, это когда какое-то хорошее настроение, там, я вдохновленная, думаю, надо правильно питаться, и так далее. Я тогда иду в какой-то магазин, и я беру туда особенные продукты. То есть, это часть какого-то тогда ритуала, получается. И тогда немножко проще с этим, да. Но вот если повседневные какие-то вещи, особенно если с мамой или с подругой, надо затариться продуктами, это вообще жесть, это ужас. И я стараюсь не ходить. В общем, по максимуму облегчилось, я задаю. И последняя, десятая странность обо мне. Факт такой, что, вы знаете, с самого детства всегда, ну, не прямо с самого детства, а больше уже в каком-то таком более подростковом возрасте, у меня всегда присутствует такое внутреннее чувство, что всё будет хорошо, и что всё будет намного больше и лучше, чем я ожидаю. Вот с этим вот чувством я живу по сей день. И, вы знаете, оно только, то есть, интуитивно, оно только всё оправдывается. Действительно, в жизни получается всё намного лучше, чем я ожидаю. И потому я чувствую себя, в принципе, достаточно счастливым человеком. Я страдаю очень редко. То есть, ну, так вот, чтобы, да. Я считаю, что вообще, что касается вот душевных страданий, да, они могут быть очень сильными, но с ними можно справиться, мне кажется. Это вот, не знаю, это мой взгляд. Я много переживала такое, можно справиться. Но что касается физической боли, да, то это то, с чем психологически, на мой взгляд, намного сложнее справиться. Поэтому физическая боль намного труднее. Но я отвлеклась от темы, да, к тому, что вот это вот чувство. Вот это вот чувство, что всё будет хорошо. Даже вот если что-то происходит плохое, то ты понимаешь, что это временно. Если что-то происходит хорошее, то такое ощущение, что вот-вот выстрелит. И когда выстреливает, то думаешь, да ну нафиг, я даже не ожидала, что так всё будет круто. А что же будет тогда дальше? И такое ощущение, что каждый день я иду в какую-то гору, вот, к гору счастья, я не знаю. И становлюсь всё счастливее, спокойнее, увереннее, удовлетворённее жизнью. И к чему я хотела сказать, что это прекрасная странность, прекрасный странный факт обо мне. И, честно говоря, я желаю его всем. Потому что для женщины, я считаю, что очень важно, ну, только для женщины, для мужчины, очень важно чувствовать себя спокойно, счастливо. Во всяком случае, даже если ты чувствуешь себя неспокойно и не счастливо, но ты понимаешь, что это всё временно, и что по-любому тебя ждёт счастье. Как ни крути. Что бы ты ни делал, ну, грубо говоря, да. Ну, естественно, ты делаешь всё для того, чтобы не идти в другую сторону, а идти только вверх. Но, как бы, ты прилагаешь, грубо говоря, минимум усилий, да. А получаешь максимум. И вот это чувство. Это прекрасное чувство, которое я желаю всем. Вот такие 10 странных фактов обо мне. Теперь вы знаете обо мне ещё больше. Если у вас какие-то тоже факты есть, совпадающие со мной, или проблемы, которые я тоже озвучила, вы как-то с ними боретесь, пишите мне в комментариях. Я с удовольствием разделю эту странность с вами. Может быть, вы даже подскажете где-то мне, как справляться с какими-то проблемами лучше. Если вам понравилось моё видео, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто ещё не подписан. А скоро будут новые видео. С вами была Селина Свой. Пока-пока.